Здравствуйте! В эфире программа «Персональный акцент». Попыткой написания еще одного куплета в песне под названием «История успеха» можно назвать отчет нынешнего премьер-министра Павла Филиппа. И что бы там ни звучало, об итогах работы демократического правительства красноречиво говорят результаты последних социологических опросов. Демократические ценности и идея европейской интеграции, столь рьяно продвигаемая правящими партиями, не принесли гражданам в стране долгожданного благосостояния. Почти 18% молдаван стали жить еще хуже, 22% гораздо хуже, чем до 1991 года. Треть жителей страны живут за чертой бедности. Им не хватает доходов даже на самое необходимое. И только 1,5% населения ни в чем себе не отказывает. Нетрудно предположить, что Соло, премьер-министра Филиппа, в парламенте слушала только группа поддержки, представители так называемых демократических сил. Парламентская оппозиция в лице фракции партии социалистов приняла решение не участвовать в сегодняшнем, в последнем заседании законодательного органа. Вот об этом и не только поговорим с исполнительным секретарем ПСРМ Владом Батренчем. Здравствуйте. Здравствуйте. Последнее заседание парламента. В общем-то, как бы само событие подсказывает, что пришло время подводить итоги. Невзирая даже на то, что наш уходящий 2018 год отмечает последние дни. Есть о чем поговорить, что вспомнить. Вот на ваш взгляд, чем этот парламент отметился в истории, в современной истории Республики Молдова? Чем он запомнится? И каковы, на ваш взгляд, главные достижения, результаты фракции партии социалистов в этом парламенте? Ну, нынешний парламент, безусловно, запомнится беспрецедентным уровнем миграции, политической коррупции, предательства и обмана и интересов граждан, и самих граждан. Надо просто еще раз напомнить, что, по сути, люди не голосовали за этот парламент, тем более за данное парламентское большинство. Люди в 2014 году проголосовали за пять фракций, за пять политических программ, за пять политических команд. И мы видим, что это привело к тому, что партия с четвертым результатом на выборах, которая получила всего лишь 19 мандатов, по сути, контролирует сегодня и парламент, и правительство, и юстицию, и фактически все органы власти, что само по себе уже является весьма спорным, как минимум, с точки зрения Конституции и права. Чем запомнился нынешний парламент? Это, безусловно, скандал вокруг попытки мимирования и расследования кражи миллиарда, когда вывели из зала заседаний парламента бывшего премьера Филата. Чем запомнился скандал, дрязгая? Самое главное, такая повестка дня, которая явно не была сосредоточена на решении реальных проблем. Очень много было надуманных проблем, как переименование названия 9 мая, что мы там празднуем, как попытка и введение нового кодекса о выборах, которые просто вводят жесткую цензуру. Много-много других непопулярных мер, а самое главное, куча навязанного извне контента, очень много навязанных извне проектов. Большинство проектов, которые приходят в парламент, это тоже можно отметить как некую уже даже не тенденцию, уже некий феномен, что большинство проектов приходит в парламент не от депутатов, и даже депутаты правящего большинства не рассматривали в серьезности проекты. Просто кто-то приносит какие-то проекты, люди в зале собираются, голосуют. И, к сожалению, нельзя привести ни одного примера, что нынешний созыв парламента сделал выдающегося. Что делали мы в качестве фракции, которая получила первое место всего лишь четверть парламента, мы сразу заявили о себе в качестве оппозиции, мы последовательно выступали за росту данного парламента, против этого парламентского большинства. Мы единственная фракция, которая не участвовала в этих между собойщиках, потому что участвовали в назначениях в разного рода коалициях абсолютно все остальные, четыре другие фракции, и либералы, и коммунисты, и либерал-демократы, соответственно, сами демократы. Вместе голосовали дружно за Канду, спикером парламента, вместе назначали правительство Габурича, вместе принимали ряд антинародных мер. И поэтому мы единственные, кто в последовательность четко выступал с критикой этого парламентского большинства, и мы все эти четыре года вели себя в качестве оппозиции активно. То есть, да, конечно, у нас не было реальных инструментов влияния на ситуацию, но мы старались вытаскивать на поверхность, информировать общественное мнение о тех беззакониях, которые происходили, о опасных проектах. Мы старались быть очень активными в том, чем должна заниматься оппозиция. Понимаю. На этой неделе прошел Республиканский совет. Я прошу прощения, вот сегодня заседание, которое мы бойкотировали, рапорт «Отчет правительства Филиппа». Да, все люди прекрасно помнят. Мы на протяжении всего 2018 года требовали, чтобы Филипп появился в парламент с отчетом по социальным, экономическим проблемам, приватизациям. Ни одного раза Филипп на парламентские слушания не явился, пока этот парламент исполнял свой мандат. И вот сейчас, когда уже окончился мандат парламента, вдруг «О чудо!» явилось, и в половине девятого утра появился рапорт, отчет правительства на сто с лишним листов. То есть фактически за час-полтора до заседания, для того, чтобы якобы его рассмотреть. Если бы на то было желание, тогда, когда парламент этот был действителен, при мандате до 30 ноября, это было бы вполне нормально, разумно. А сегодняшняя акция была такая пиар-компания правительства, которая сама наверняка не читала вот этот отчет, для того, чтобы рассказать о своих якобы успехах. Ну, конечно, это было шоу-театральная постановка с ярко выраженным предвыборным характером, на котором мы просто не участвовали. Мы не можем относиться всерьез к правительству, которое занималось плагиатом, воровало идеи, отклоняло проекты какие-то нашей фракции социалистов, чтобы потом с ними вернуться в парламент и преподнести с помпой как свои. И поэтому мы не приняли участие, не участвовать в этой массовке, не быть массовкой вот в этом шоу. Потому что вот наспех распечатанный перед заседанием парламента отчет всерьез рассматривать было нельзя. Ну, хорошо, достаточно точно прозвучало выступление фракции партии социалистов, что оценку работы правительства Павла Филиппа даст избиратель. Когда уже будет, когда, в общем-то, и сегодня она понятна, согласно вот этим социологическим опросам, которые показывают безоговорочное лидерство партии социалистов и высокий уровень доверия, который сегодня высказывает, выражает гражданское общество, выражает население Республики Молдова президенту Игорю Дадону. Вот следующая тема, о которой хотелось бы поговорить. На этой неделе прошел Республиканский совет партии социалистов. Решения были приняты в отношении того, принимать или не принимать участие в референдуме, инициированном демократами. Я предполагаю, что говорилось, наверное, и о принципах формирования списка депутатов, которые пойдут баллотироваться по партийным спискам. Была принята декларация в поддержку президента Республики Молдова Игоря Дадона. Если можно поподробнее вот здесь раскрыть, если это возможно, некоторые скобки. Ну, что касается решения об участии в выборах, мы его примем на Республиканский сети 26 декабря, тогда, когда наступят установленные сроки. Но, безусловно, мы будем участвовать. Мы рассмотрели инициативу демократов о проведении референдума в день выборов. Во-первых, отметили, что это в очередной раз демократы в свойственной себе манере украли одну из идей президента, социалистов. То, что касается сокращения количества депутатов парламента, мы напомнили еще раз демократам, что, во-первых, с этой идеей вышел впервые президент Республики Молдова в прошлом году. И в сентябре он подписал декрет о проведении консультативного референдума, в том числе с сокращением количества депутатов парламента. И данная инициатива была отвергнута и парламентским большинством, и конституционным судом. А здесь вдруг ту идею, которую они отвергли, они выдали как свою и предложили ее проводить в день выборов. Мы сказали, ну, конечно, это как минимум забавно, чтобы не сказать смешно. Во-вторых, мы предлагали рассмотреть ту идею в пакете с запретом, с законодательным запретом депутатам мигрировать из одной фракции в другую. И в пакете с другими нужными мерами, которые поддерживают люди. Но мы видим, что демократов интересует исключительно их повестка дня. Данный референдум, они просто взяли чужую идею. Они проводят для того, чтобы иметь, с чем идти к избирателю, какую-то такую красиво звучащую популистскую повестку дня. Что вот вы избираете депутатов, мы сократим парламент, вот вы изберете депутата, вы еще их и уволить сможете. Ну, подожди, депутат, мандат, императивинг, что значит уволить депутата? То есть это получается заведомо обманывается избиратель? Нет, ну это и попытка, во-первых, манипулировать, во-вторых, в случае, даже если это пройдет, не будет иметь никакого юридического применения. Потому что тогда, когда предложил президент эту инициативу, в результате референдума, она была бы одобрена, пришла бы в парламент, парламент бы проголосовал, и тогда это вступило бы в силу для вот этого парламента, который мы сейчас будем избирать, уже 21-го созыва. Сейчас, независимо от того, какой будет исход данного референдума, он не будет иметь юридической реализации, раз, и, второе, он не будет иметь применения для нового парламента. Тогда зачем? Ну, опять же, это попытка каких-то политических игрищ, они всерьез, значит, не рассматривают эту идею. Но мы, как бы, это все изложили в своем заявлении Республиканского Совета, проинформировали людей, ну и, помимо этого, мы отметили, что партия социалистов не будет участвовать в кампании по референдуму. Потому что надо объяснить людям процедуру. Кампания по референдуму имеет те же принципы, что и выборы, то есть регистрируются участники референдума, которые выступают либо за, либо против, проводят кампании соответствующие. Мы приняли решение, что мы не будем участвовать и регистрироваться в кампании по поведению референдума, не будем призывать людей каким-то образом голосовать. Мы приняли решение, исходя из наших комментариев, предложить людям самим, самостоятельно решать, как они будут поступать с теми бюллетенями, которые они получат по референдуму. Что касается партийных списков партий социалистов, мы проголосовали, утвердили следующий принцип, учитывая то, что Молдова многонациональная страна, минимум 30% нашего списка, это будут представители этнических групп, этнических организаций. И также мы предложили, в принципе, об этом говорит и закон, в наших списках будет более 40% женщин. Вот те принципы, за которые мы проголосовали, на основе которых будут уже верстаться наши списки. Если говорить о выборах, то хотелось бы вот, что такое наблюдение, поделиться таким наблюдением, что мне кажется, и со мной отчасти были согласны те мои коллеги, с кем я это обсуждал, что предстоящие выборы могут стать самыми непростыми и самым сложным опытом. И для граждан Республики Молдова там целый ворох бюллетени, надо будет обрабатывать своим мнением. Но и в то же время это опыт и для политических организаций. Потому что понятно, что впереди еще только предвыборный период, период, когда будет проходить предвыборная агитация, когда будут проходить встречи с избирателями, знакомство с платформами, звучать будут, так сказать, обязательства и... И щедрые обещания. Да, и щедрые обещания, к чему наш народ все как-то никак не отвыкнет, а от того, как правильно оценивать, в общем-то, что им говорится. И насколько верно все-таки говорить о том, что предстоящие выборы действительно могут оказаться настоящим экзаменом для некоторых, для партий, которые уже, знаете, достаточно долго нас ведут, но никак не доведут ни до европейского солнца, ни к какому-то экономическому успеху. Я уж не говорю, что история успеха стала, наверное, историей успеха для полутора процента населения Республики Молдовы, как следует из статистики социологических опросов. Но даже эти полтора процента успеха, это уже успех тех граждан, которые благополучно вывезли свою... То есть евроинтегрировались. ...свою страну, да. Абсолютно верно. Которые евроинтегрировались, интегрировали в Европу свои семьи, интегрировали свои активы, там у них недвижимость, банковские счета. Вот это та самая элита, которая 9 лет назад пришла к власти, обещая людям ту самую историю успеха. Жизнь, как и в Европе, а реально люди стали жить гораздо хуже, еще больше людей из страны уехало. Но кампания и выборы на самом деле можно смело назвать судьбоносными по одной простой причине. Либо останется у власти этот режим, просто поменяется пару лиц, даже не пару лиц, а пару названий партии, но по сути это будут все те же на манеже, извините за выражение. Просто вместо зеленой будет желтая партия, но альянс все будет тот же. Будут их женить все те же западные посольства. Либо большинство людей, которые хотят перемен, изберут другую власть, и тогда мы сможем всерьез говорить и о сохранении страны, и о развитии, возвращении экономики, производящей Молдовы, социальных программ и так далее. Потому что никто никого не пугает, но мы должны трезво смотреть на вещи, что еще 4 года такой власти Молдова просто не выдержит. Да, и это не просто блок НАТО, это не просто переименование праздников, навязывание каких-то ценностей, но самое главное — это уничтожение присутствия государства в экономике, это, так скажем, последняя приватизация остатков государственной собственности. Это социальная политика против граждан, то есть и повышение пенсионного возраста, и многие другие непопулярные вещи. И рост цен на медицинские услуги, потому что мы это видели на протяжении последних лет. Но самое страшное даже нет, самое страшное — это, вот видите, наше правительство уже ездит заседать не первый раз в Бухарест. Вот что это за раболепие, что это за попытка пойти куда-то и где-то провести правительство заседания за пределами страны. Причем-то не обмен рабочими группами, это целиком правительство в полном составе, их едет на поклон своим коллегам соседних государств. Это не в одной цивилизованной стране мира, чтобы, допустим, дайте себе представим, что правительство инкорпори Германии поехало здесь проводить заседание совместно с правительством Италии. Ну абсурд. Либо США с Мексикой, да. Ну невозможно такие вещи в нормальных государствах. Самое главное, что нас лишают атрибутов собственной государственности. Все чаще наши руководители, так называемые государства, парламента, правительства просто присягают на верность, клянутся в том, что в них течет там румынская кровь и так далее. Подождите, ребята, вы хотите руководить молдавским народом. Вы живете за счет молдавского народа. Вы живете за счет этой страны. Вы нажили себе состояние за счет этой страны. Это ваша проблема, кем вы себя чувствуете и какая в вас течет кровь. Вы занимаетесь правительством, вы занимаетесь парламентом. Вы не проводите свою идеологию, не пытаетесь людям внушать, что государство это ошибочно, что народа такого не существует и так далее. Вы же за счет этого несуществующего народа стали тем, кто вы есть. И живете довольно хорошо. И поэтому у нас последний шанс у этой выборной кампании что-то реально изменить. Это абсолютная отданность. Мы можем потерять остатки своего государства, но просто уйдет с молотка. Посмотрите, 40% страны отдали в концессию для разведывания газа ископаемых непонятно чего. Тема, которую раскритиковали в мире, наверное, уже все, кто только мог. И этим сланцевым газом практически... Мы же страна третьего мира, мы колония. У нас тут можно поискать, чтобы, как у Румын, были землетрясения по распорядку 2-3 раза в месяц. Понимаете, вы можете себе представить другое государство, в котором правительство, парламент добровольно дадут в концессию непонятно на каких условиях стране из-за океана, для того, чтобы они приходили и, имея в концессии 40% земли, разведывали недра, то, что является народным богатством. Такое вообще, конечно, невозможно. У нас и это возможно. Поэтому предстоящий выбор — это последний шанс сохранить страну, удержать ее и вернуть стране хоть какую-то экономику, какое-то производство, найти себя на международном рынке экономическом, найти свое место в мире, в международной жизни и так далее. И хочу сказать, что мы, безусловно, почему мы про президентская партия. Ну, единственный политик, который сегодня может и является альтернативой вот этому режиму и говорит и о сохранении развития Молдовы, — это Дадон. Других просто нет. Вот уберите Дадона и все. И людям просто не на кого ориентироваться. Он провел первый в Молдове совместный инвестиционный Молдороссийский форум. Есть люди, которые есть силы, которые готовы инвестировать миллиард долларов в год в наше сельское хозяйство, перерабатывающую, легкую промышленность, создавать здесь предприятия, которые дадут рабочие места, хорошо оплачиваемые. И люди будут оставаться дома. Если люди будут иметь рабочие места, будут налоги, будут пенсии, будет какая-то динамика. Это все не нравится вот этому режиму. Они все это критикуют. Поэтому единственная и последняя возможность убрать режим — это вот эти выборы. И здесь уже не надо людям просто, опять же, бродить и искать, кто красивый, кто высокий. Но все красиво говорят, да. Надо просто выбрать рационально. Но нельзя просто проспылять голоса на какие-то партии, которые в очередной раз, пройдя в парламент, объединятся с... Сомкнут ряды. Сомкнут ряды. Опять же, против молдавского народа. Да. Поэтому, безусловно, переоценить важность следующих выборов просто невозможно. Раз упомянули президента, вот ваша оценка заявлений, уже, наверное, бывшего спикера Андреана Канду, в адрес главы государства, он, будучи спикером, угрожал импичментом и санкциям в отношении партии социалистов, если президент примет участие в выборах по спискам партии. Вот что это было? Это на грани истерики или это, не знаю, какая-то переоценка своих возможностей? Или это, может быть, какой-то политический декаданс, когда хочется как-то себя еще обозначить? Я думаю, что, во-первых, это эмоции, и это несоответствие собственных желаний, собственными возможностями. Потому что ничего уходящий спикер не может сделать президенту. Потому что легитимность президента, она в сотни раз выше, чем легитимность у полулегитимного спикера. Раз. А второе, эти угрозы становятся уже несколько смешными. Мы никого не боимся, и президент тем более никого не боится. И поэтому мы расцениваем это все так, знаете, с лукавым ленинским прищером. Нам просто даже где-то забавно наблюдать за вот этими угрозами. Я понимаю, что человек работает на какие-то камеры, что ему очень важно. Вот перед поездкой очередной за океан, кстати, откуда Канду не привел в Молдову ни одного проекта, ни одного доллара, ни одного рабочего места не создал, вернувшись оттуда. И, кстати, государство платит немалые деньги за подобные перелеты. Так вот, я понимаю, для того, чтобы его там приняли в коридоре два сенатора, надо обязательно показать я и президенту страны. Да, ну, слушайте, мы относимся к пониманию, к этим последним уходящим эмоциям. Мы понимаем, что никакого практического применения этим угрозам нет. Я вот только напомню, даже Канду, который целый год кричал о мипичменте, вот пару дней назад наконец-то признался журналистам. Ой, невозможно. Мы, оказывается, посмотрели закон, Конституция, это, оказывается, через референдум надо сделать. Вы понимаете, что... А нельзя было раньше полистать Конституцию в таком случае? Во-первых, они читают и видят то, что они хотят видеть в Конституции. Во-вторых, у них есть Конституционный суд, и если что-то неправильно, они читают Конституционный суд, им правильно интерпретируют. Но, тем не менее, надо понимать, что эта власть, это ее последние просто вздохи. И мы должны понимать, что будущая власть пересмотрит большую часть тех решений и законов, которые принимал этот режим. Ну, тема президента хотелось продолжить. Кстати, господину Канду, я не знаю, если он нас услышит, наверняка, может быть, кто-то передаст. Мы, наверное, только один вопрос господину Канду. Если у него такие хорошие и выдающиеся амбиции, если он такой талантливый, если он самый подготовленный человек в этой стране, почему он не пошел на президентские выборы? Ну, вопрос остается, так сказать, в этой студии точно без ответа. Это не в кулуарах договориться с Воронином купить 14 депутатов или перетянуть депутатов-перебежчиков от посаженного филата. Надо выходить в район, надо сталкиваться с людьми, надо о чем-то с ними разговаривать. А вы спросите, сколько Канду провел встреч с избирателями в своей жизни, и вообще избиратели его поймут. Люди, которые живут вообще в другом измерении, на другой планете, им просто непонятно, о чем можно разговаривать с простыми людьми. Простые люди ведь такие примитивные, да? Как они поймут вот столь выдающееся? Поэтому мне, господину Канду, только одно предложение. Выйдите с Дадоном на выборы и покажите, чего вы стоите. Да. Тему президента хотелось бы продолжить в таком разрезе. Благодаря инициативе президента и благодаря его личным встречам с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным было достигнуто, в общем-то, целый ряд возможностей для Республики Молдова, в том числе и амнистия молдавских гастарбайтеров, которые имеют административные правонарушения, связанные с пребыванием на территории Российской Федерации, либо иных, не связанных с нарушением Уголовного процессуального кодекса. И не так давно прозвучало заявление Павла Филиппа, чей отчет звучал сегодня в парламенте, о том, что это прямое вмешательство выборов, то есть это прямое вмешательство Российской Федерации в выборы, которые проходят в Молдове. Ваша оценка этого заявления, насколько оно отвечает, ну, не знаю, действительности и насколько оно адекватно должно звучать, в общем-то? Ну, тут два варианта. Первое, что текст выступления ему подготовил господин Канду. Второе, что один автор тех заявлений, которые потом читают господин Канду, господин Филипп, потому что, так, знаете, любопытно наблюдать, как они вдруг резко встали на такую ярую, такую анти-российскую риторику, вот, как они просто потрясают своим красноречием вот в этих выпадах, да, против Российской Федерации. О каком вмешательстве может идти речь, если три раза вот данный режим приходил благодаря сотням европейских и американских чиновников, которые делали им избирательную кампанию? Когда они делали свою кампанию на те деньги, которые приходили оттуда, когда вся их повестка дня политическая настроилась сугубо на вот этой внешней повестке дня. И эти люди будут запрещаться нам ковыряться в носу. Вот в данном случае я бы им предложил по аналогии посмотреть. Вот Дадон поехал в Россию, он договорился о послаблениях и о решении проблем мигрантов. Что те люди делают там, сотни тысяч наших сограждан в России? Они там трудятся. Наши господин Канду, господин Филипп, в первую очередь господин Филипп, потому что он руководит правительством, и это его непосредственная миссия. Сколько он мест рабочих создал для этих людей, и скольким людям он предложил, вот вы вернитесь, вот вам рабочие места. Я думаю, что это где-то в районе нуля раз. Но когда туда едет Дадон, он договорится об экспорте, о реализации молдавской продукции, о мигрантах, то есть о том, что поддерживает нашу экономику. Наши мигранты высылают в год только через банки официально более миллиарда долларов из России. Существенно в десятки раз увеличился экспорт сельхозпродукции в Россию. И сейчас вот со снятием временным таможенных пошлин это возможность еще больше увеличить доходы от торговой деятельности с Россией. Что решили, что решил господин Филипп в Европе? Сколько он отправил в Европу молдавской продукции? Сколько рабочих мест он создал? Скольким мигрантам он помог? И вот чем они могут сравниться с господином президентом? Вот в чем они более эффективны? И пусть они это людям объясняют, но они же не хотят объяснять аргументами, они же не хотят никого убеждать. У них откуда-то появился язык силы, как будто они главные решающие в мире. Это раз. А второе, вот еще можно понять проевропейскую риторику, потому что Европа наш сосед. Но вот эта попытка лебезить, заигрывать перед американцами, в чем, какие она нам дает дивиденды? Что она нам решает вообще? По экономике, по социалке, по гуманитарному. Она же нам ничего не дает. Еще 40% в концессию отдать американцам. Еще один республиканский стадион отдать. Что нам, как стране, это дает? Что это дает людям? Ничего абсолютно. Если это что-то дает Филиппу и Канду, то тогда это вмешательство во внутренние политические дела Молдовы со стороны Соединенных Штатов. И тогда надо действительно рассмотреть сквозь эту призму. Потому что там они заказывают услуги, которые потом оплачиваются здесь. Там они берут на работу технологов, обслуживающий персонал. И из Молдовы уходят деньги на какие-то непонятные консультации и так далее. Поэтому тут надо на самом деле разбираться, кто, куда, почему вмешивается. Потому что Додон из каждой поездки возвращается домой с чем-то. Либо это гуманитарные программы восстановления садиков, либо это десятки КАМАЗов, либо это помощь в медицинских каких-то операциях за границей. Он каждый раз домой возвращается с результатом. С чем последний раз вернулся господин Канду? С чем предпоследний раз вернулся господин Канду? С чем вернулся Филипп со своих последних поездок? Если вы посмотрите структуру бюджета Молдовы, публичных денег, то командировки вот этих лиц, и же с ними, и с парламента, и с правительства, они обходятся публичному бюджету в десятки миллионов леев. Что обратно привозят эти люди, кроме вот такого геополитического вмешательства, кроме попытки участия в одном блоке с Украиной и Грузией? Что нас объединяет с Украиной и Грузией? Какие наши интересы? Они же не пытаются это объяснять. Но при этом мы четко ощущаем вмешательство сюда. И структур НАТО, центр НАТО они открыли. Додон что, открыл в Молдове центр РУДКБ? Конечно же нет. Поэтому, знаете, я вот каждый раз говорю, что перед тем, как искать соренку в глазах Додона, они должны свои бревна вытащить. Ну, мне кажется, вот такие заявления, которые мы сейчас обсуждали, заявления со стороны проевропейского большинства и руководителей демократического правительства, это, как правило, такое, знаете, ход на опережение. Потому что, действительно, нельзя не осознавать, что самим-то сделано достаточно немало, в чем можно их обвинить. И, тем не менее, идет такой забег на опережение, для того, чтобы предотвратить возможные наезды. То есть, такая, будем говорить, технология двора, такого еще неуголовного, ну, или полууголовного элемента, который вот мыслит категориями относительно того, что, чтобы меня не обвинили, мне надо это сделать раньше. И раз мы затронули тему республиканского стадиона, и там целого ряда законов, которые буквально протащило парламентское демократическое большинство, и по этим законам придется жить. Все равно, вот, хотелось бы услышать ваш комментарий, и по поводу сдачи республиканского стадиона американцам посольства США, и по поводу того, что 9 мая сегодня, теперь еще и день Европы. Хотя, мне кажется, день победы и был днем Европы, потому что именно 9 мая 1945 года освободили Европу от самого страшного зла на планете на сегодняшний день, от нацизма, от тотального уничтожения всего человеческого. И такой закон, тот закон, по которому нам и моим коллегам придется жить в ближайшие годы, или, может быть, не годы, хотелось бы, это новый кодекс по телевидению и радио, где совершенно иные правила игры устанавливаются на этом медийном рынке. Вот этот ваш комментарий относительно того, зачем нужно сегодня именно эти законопроекты было продвигать правящему большинству? Для того, чтобы понравиться Западу, в первую очередь, Соединенным Штатам. То есть это заказ? Да, потому что русофобия – это сегодня один из товаров на международном рынке. За него оказывают политическую поддержку. И господин Канду, господин Филипп, они этим всячески пользуются. У них других продуктов нет, им нечего больше предложить. Западу, в частности, Соединенные Штаты, они доездят и объясняют, что они последний бастион перед российскими танками. Что делать? Вот, к сожалению, в современном мире мы еще сталкиваемся вот с такими спекуляциями. Что касается данных закона, вы знаете прекрасно нашу позицию. Я думаю, что ваших телезрителей не надо убеждать в том, что республиканский стадион, отдача его в американском посольстве – это плохо. Либо попытка отменить 9 мая – это тоже плохо, потому что для большинства наших людей это праздник. Да и правильно, не было бы никакой Европы. Какой день Европы не было бы Европы, если бы не было Дня Победы? В Европе празднуется праздник Дня Освобождения Европы. Так европейцы от кого празднуют освобождение? От фашизма. Соответственно, у европейцев давно-давно ответы на это есть, они осудили фашизм. А здесь вот почему-то стесняются Дня Победы. Ну, что делать? Опять же, это идет в разрез с мнением большинства людей. Новый кодекс медийных услуг, аудиовизуалов, безусловно, он вредный, потому что исчезнут региональные телевидения, которые не соответствуют. Внедряется прямая цензура. Созданы механизмы прямого вмешательства в редакционную политику независимых СМИ. Санкции, увеличиваются санкции против телевидений. Упрощается процедура отзыва, лицензии и так далее. Вот это все, что сделала эта власть. Но мы, со своей стороны, что мы смогли сделать, как мы этому противостояли, мы максимально затянули этот вопрос. И президент максимально сделал все возможное для того, чтобы это произошло как можно позже или как можно ближе к выборам, чтобы суметь эти вопросы уже законно отменить после выборов сразу же. И мы, конечно, будем в случае победы на выборах, мы будем отменять эти вещи. Потому что большинство людей все эти вещи не одобряет. А власть обязана делать то, за что выступает большинство людей. В этом суть власти, если это власть демократична, если это не режим. Поэтому президент отклонял два раза промульгацию этих законов. Да, его отстранили, но мы абсолютно убеждены в том, что президент сделал все правильно. Пусть его 55 раз отстранят, но самое главное, что он отклонил эти законы. Он их не подписал и он боролся за то, чтобы эти вещи не вступили в силу. И я думаю, что здесь поддержка людей и симпатия людей на стороне президента. Такая тема, если уже перейти к креатурам тем партии. Буквально на этой неделе в СМИ сообщалось о новых назначениях в составе Конституционного суда. И не могут не возникнуть вопросы к этим людям. И в то же время, опять же, оценка вас, как представителя оппозиционной партии, партии социалистов, отношений вот этих. Почему именно эти люди, в общем-то, достойны права стать судьями Конституционного суда? Я говорю о господине Решетникове, о Гурине, который давно как-то не фигурировал нигде. И вот сейчас Раиса Апольская сменила парламентский мандат или сменит на удостоверение судей Конституционного суда. Чем вызваны, по-вашему, такие кадровые перестановки, такие кадровые назначения? Ну, явно не принцип меритократии. Заслуг ставился в углову угла. Это предвыборная раздача пряников, слонов. И это просто попытка перед выборами расставить своих людей для того, чтобы в случае прихода другой власти, что абсолютно наверняка произойдет, иметь какие-то позиции и так далее. Ну и плюс, это политические взаиморасчеты. Потому что господин Решетников представляет партию коммунистов, которая подставила плечо демократической партии. Рассчитаться за услуги. Ну, в том числе и это. Но это, опять же, помимо раздачи пряников, это расстановка своих людей. Но в любом случае, мы после выборов напомним нынешней власти, которой уже не будет властью. Мы им напомним их слова о том, что Молдова парламентская республика. И почему нет? Новый парламент может пересмотреть закон о консольном сети и многие другие вещи. В любом случае, такие вещи не должны происходить в спешке, такие вещи не должны происходить так откровенно, с участием политического фактора. Ведь что такое судья конституционного суда? Это верхушка пирамиды юстиции и судебной системы. Это самые опытные, самые авторитетные, самые достойные, это оксакалы судебной системы. И, соответственно, говорить о том, что все кандидатуры, которые были назначены судьями, что они именно из судебной системы, что это самые достойные представители судебной системы, конечно же, это не так. Это политические назначенцы. Но что нет худа без добра, зато Демпартия откровенно и открыто продемонстрировала всему миру, что консольный суд это политический орган. И мы будем говорить о нем, как о филиале политической партии. И это тоже хорошо, то, что власть обнажает сегодня свое лицо. Тогда еще такой вопрос. Не так давно прозвучали обвинения в адрес партии социалистов со стороны демократов в том, что ПСРМ начала агитацию, предвыборную агитацию, раньше срока. Имеется в виду вот те внутрипартийные мероприятия, внутрипартийный праймерис по выявлению самых достойных кандидатов в качестве тех, кто будет представлять округа. Вот опять же ваш комментарий, насколько обоснованы эти заявления? Почему именно вдруг Демпартия решила именно обычные внутрипартийные действия обозначит как предвыборные мероприятия? Ну, во-первых, политическая партия полностью имеет право заниматься политической агитацией круглосуточно, все четыре года, ежедневно. В этом, в общем-то, и предназначение партии. Да, потому что партии этим и отличаются от, к примеру, секции раболовства, либо кружка вязания тем, что они занимаются политической агитацией. Б. Мы бы посоветовали демократической партии господину Канду и прочим, кто это заявляет, тогда не ездить в Америку. Зачем так? Ведь они тем самым просто демонстрируют свое полное невежество по отношению к демократической норме, к праймеризу, к процедуре внутрипартийного отбора, внутрипартийных выборов кандидатов, которые не являются составной частью, органической частью электорального процесса. То есть это внутрипартийные мероприятия, которые проводят партии по всему миру. Вот это проходит в США, это проходит в Германии, в России проводится праймериз в единой России. Это норма распространенная в развитых странах. А тут вдруг вы видите, какое сопротивление. Но ИЦ, что я хочу сказать третье, это безусловно, если мы уже рассматриваем соринку в чужом глазу, то давайте обратим внимание на бревно. А бревно это открытие кандидатами в депутаты, пусть не формальными, но об этом говорится уже не один месяц. Дорог, построенных на публичные деньги, на минуточку. А ведь дороги строят, вот эта программа их не Друм-Рьбоня, она что, построена на какие-то инвестиции? Это наши налоги. Или они заработали деньги какие-то? Нет, это Дорожный фонд. А что такое Дорожный фонд? Это налоги, это то, что платят люди. А почему предыдущие 9 лет из Дорожного фонда не делали так активно дороги? И почему эти дороги перерезают ленточку ваши партийные боссы, либо это ваши кандидаты в округах? И об этом знают все. Или почему вы за публичный счет проводите кампанию для ваших кандидатов при открытии школ? Садиков и прочее. Ведь Додон при помощи фонда благотворительного, который он сам находит средства из-за рубежа, которые он привозит в Молдову домой, более 200 садиков отремонтировано. Либо помогли мебелью, либо поменяли окна, либо построили, обеспечили работу столовой. Ведь эти деньги Додон находит и привозит их в страну. А почему вы делаете то же самое, но из публичных денег? И на этих публичных деньгах ваши кандидаты делают пиар. Поэтому если говорить о демократах, они кампанию ведут свою электоральную уже полтора года, готовясь к этим выборам, и за общественные деньги, проводя рекламу своим кандидатам. То, что сделали мы, мы в рамках партийных мероприятий, в рамках протестов, в рамках наших акций, мы обсудили с нашим активом, кого люди видят, кому они доверяют. То, что у нас, мы не используем инструменты, которые используют демократы. Административный ресурс, прокуратуру, деньги. Мы единственный инструмент, который у нас есть. У нас есть рейтинг высоких партий, у нас есть поддержка людей. И мы с людьми советуемся, а кого люди видят. Поэтому это не является частью кампании. Это некие фрустрации демократической партии. А может быть, это попытка потом объяснить, почему выборы надо признать незаконными. Но будем, как что называется, смотреть, что будет дальше и реагировать по ситуации. Понимаю. Тогда последний вопрос под занавес нашей сегодняшней встречи. Что предстоит сегодня партии социалистов в качестве работы в этот доизбирательный период, допредвыбранный период? Что в ближайшее время предстоит сделать? Продолжать работать дальше, так как партия социалистов работала весь период. Без выходных, активно в территориях, рядом с людьми, подбирать кадры, мобилизовывать весь наш потенциал. Что мы будем противостоять и власти, и режиму, и работе всех западных структур, которые будут приезжать и поддерживать здесь политические партии, открыто. И никто это не будет называть политическим вмешательством. Нам предстоит обеспечить транспарентность выборов. Поэтому сегодня у нас проводятся десятки инструктажей. Я думаю, уже счеты на сотни. Это те люди, которые будут работать и на избирательных участках в качестве представителей, наблюдателей, членов комиссии. Кто-то будет делегирован из наших сторонников в территориях. Всех этих людей мы готовим. Мы занимаемся их уровнем подготовки к этим вопросам. Сегодня мы максимально пытаемся сосредоточиться на этой работе, на местах. Потому что люди — это наша главная ценность, люди — это наша главная опора. И это самое важное, что условия нашей будущей победы. И самый последний вопрос уже, так сказать, буквально за минуту до завершения нашего эфира. Вы практически все время встречаетесь с гражданами, с теми, кто голосует за партию социалистов или не голосует. То есть в любом случае к вам приходят со своими вопросами, пожеланиями, бедами. Вот если эти встречи назвать, ну, таким, знаете, замером пульса сегодняшнего молдавского общества, то вот в каком состоянии сегодня находится простой народ Республики Молдова? С чем они приходят? Что для них сегодня самое главное в повестке дня? Люди очень устали, очень много людей отчаявшихся, потому что к нам приходят действительно не только наши сторонники, избиратели, но и приходят абсолютные наши оппоненты, но приходят как последнюю инстанцию за юридической помощью, за помощью депутата, канцельера. Просто потому что, зная, что мы никогда не спросим, за кого человек голосует, мы стараемся искренне помочь. Да, не всегда, конечно, получается помочь, очень много запущенных случаев, либо случаев, где у нас нет просто ресурсов для помощи, но мы стараемся максимально охватить консультации, советом, обращением в инстанции, юридической консультации. И, конечно, у людей отчаяние. Хотя мы видим часто, что приходят те, кто голосовал за наших оппоненток, но мы понимаем, что эти люди, они тоже имеют право на помощь, они имеют право к нам обращаться, и мы понимаем, что не их вина в том, что они там кому-то поверили, кто-то их повел за собой и обманул. У людей, конечно, в целом атмосфера отчаяния в том плане, что уровень жизни, отсутствие, так скажем, повседневной жизни элементарных возможностей выживать более-менее сносно. Конечно, люди хотят перемен. Да, люди сегодня еще по-разному видят эти перемены, но есть в целом у людей усталость от власти, от режима. Люди хотят перемен на этих выборах, и мы просто пытаемся объединить людей, дать им цель, показать им, что не все потеряно, что это кто-то хочет, чтобы мы отчаялись. Но у людей в любом случае, да, за этим отчаянием тоже прячется где-то какая-то искра надежды, а вдруг лучше. И мы предлагаем, давайте вместе строить лучше. Ну и так совпало, сейчас это время, надеюсь, когда подходит к концу один год, и мы ждем, когда часы пробьют 12, и начнется отсчет уже следующего года. Мы вот в эти минуты, каждый из нас загадывает какие-то, ну не знаю, там, высказанные или не высказанные мечты, желания. И я понимаю, что, возможно, наши с вами телевизионные встречи, они последние еще в этом году. Тем не менее, вот хочется пожелать вам оптимизма, удачи на этом сложном поприще, и, в общем-то, также оптимистично смотреть вперед. И надеюсь, что следующий год будет для вас одним из самых лучших, как в политической карьере, так и в человеческом плане. Спасибо большое, Станислав, и вам, и всему вашему коллективу больших успехов. А людям я всегда желаю одно, кстати, в прошлом году тоже, в конце года вы меня пригласили на передачу. У меня мои пожелания не изменились, просто хочется пожелать людям сил, энергии, оптимизма. Да, сложно, да, очень иногда хочется опустить руки, но руки опускать нельзя, и хочется пожелать людям, несмотря на что, иметь и веру, и оптимизм, и работать на то, чтобы в жизни наступили перемены. И хороших людей больше, чем плохих. Если все мы будем двигаться, работать, бороться, то все у нас обязательно получится. И следующий год должен стать переломным, и люди понемножку должны возвращать свою веру, и понемножку должны начать верить и в свою страну, и в наш народ, и в то, что у нас все получится. Иными словами, всегда верить в себя. Да. Спасибо вам. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был исполнительный секретарь партии социалистов Республики Молдова Влад Батренч. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин